У моря, у синего моря, со мною ты рядом со мной, и солнце светит, и для нас с тобой целый день поёт трибой. Виталий Молчалов – основатель и бессменный руководитель хора русской казачьей песни, потомки Ермака в нашем городе. Родился Виталий Викторович в 1951 году в Старом Берске. Отец Виктора Молчалов – фронтовик, участник военных действий, а мама Клавдия Ивановна в то время работала в медлечебнице на окраине города. Искра творчества вспыхнула в молодом Виталии ещё в школе. Будучи учеником, активно принимал участие в певческой жизни класса. В дальнейшем желание заниматься музыкой только росло. Появилось увлечение гитары, когда у нас в стране, не в стране, а во всём мире начался период бетломании, и у нас в Советском Союзе возникло очень много ансамблей. Песниры, весёлые ребята, самоцветы, поющие гитары, синяя птица. И я научился играть на гитаре сначала на семи, потом на шести, и организовал эстрадный ансамбль. Вместе с группой Виталий Викторович выступал в ресторанах с 1971 по 1973 год. За это время музыкальный коллектив достиг популярности и получил признание публики. Тогда в репертуаре группы своих песен не было, молодые музыканты исполняли шлягеры тех лет, частично переделывая их на новый лад. Признаётся, в то время одной музыкой зарабатывать на жизнь не выходило. Приходилось совмещать увлечения с работой на радиозаводе. Позже 20-летнему Виталию и его группе поступило перспективное предложение. Так как группа была популярная, нас пригласили в Дом культуры, чтобы играть на танцевальных вечерах. Но не только на танцевальных вечерах, как потом жизнь нам показала. Мы выступали на концертах и в различных фестивалях и конкурсах. А танцевальные вечера проходили в Доме культуры и в парке, летом за Домом культуры. Там был парк небольшой. Работы было много, танцплощадка становилась популярной. Более тысячи человек собирались на каждом выступлении. Молодёжь танцевала под музыку и просто весело проводила время. В те годы у Виталия Молчалова не складывалось с учёбой, а точнее с поступлением в Новосибирское училище на хоровое отделение. Заочно получив диплом Московского университета искусств, он имел право руководить только эстрадным ансамблем. Но на танцплощадке всю жизнь не проработаешь, молодость не вечно. Да и хоровая деятельность привлекала Виталия больше инструментальной. Когда откладывать уже было нельзя, он всё же поступил в Новосибирское училище. Я закончил Новосибирское областное культурно-просветительное училище, хоровое отделение, когда мне было уже, наверное, лет 30 или 30 с небольшим. И как раз уже началось наступление дискотеки на нас. Эти группы стали распадаться, дискотека пошла. То есть в Доме культуры я проработал 10 лет, с 73 по 83 год. То есть моя молодость прошла в Доме культуры, именно в жанре вокально-инструментальной ансамбле. Работа на танцплощадке закончилась. Виталий Молчалов покинул Дом культуры и одну зиму работал в посёлке Агролес, который находится недалеко от Берска. Но удача продолжала сопутствовать нашему герою. Ему поступило ещё одно заманчивое предложение – стать хормейстером в Берском радиозаводе «Вега». На дворе 1984-й. Именно в этом году он создал хор русской песни, который впоследствии, ровно через 10 лет, стал хором русской казачьей песни, получив название потомки Ермака. И в 1994 году уже в этом, только хор объединился, два хора, и клуб «Вега» закрыли. Все коллективы, которые там были, это театральный, танцевальный, народный театр, ещё какие-то цирковой, вот мой хор, всех выгнали, грубо говоря, на улицу. И вот здесь-то мудрое решение приняла директор Дома культуры городского, в то время была Наталья Анатольевна Евдокимова. Она взяла мой коллектив под крышу городского Дома культуры. Это было в 1994 году, в прошлом веке. Через год коллектив потомки Ермака получил звание народного, которое, к слову сказать, он ещё раз подтвердил в 2016-м. Творческая жизнь хора кипит и по сей день. Коллектив участвует во многих конкурсах и фестивалях, получает награды, приглашает новых участников. На сегодняшний день состав хора насчитывает более 40 человек. Среди них и дочь Виталия Молчалова – Анастасия. Помимо руководства хором потомки Ермака, Виталий Викторович 10 лет возглавлял ещё одно творческое объединение – «Красная гвоздика». Этот коллектив тоже заслуженный. С 2002 по 2012 я с ними работал, был руководителем «Красной гвоздики». Тоже коллектив с традициями, но там больше патриотики. Казачья песня тоже патриотическая, но там много и таких шуточных и плесовых, а там больше патриотики, гвоздики. В репертуаре хора потомки Ермака довольно много народных казачьих песен, лирических композиций о любви, о родине и, конечно, о родном Берске. Поскольку Виталий Молчалов – личность творческая, то помимо руководства хором он увлёкся написанием стихов. Несколько поэтических сборников уже вышло. Признаётся, вдохновение приходит внезапно, но сейчас пишется легче, поскольку 2016 год для Виталия Молчалова не простой, а юбилейный. 300 лет родному городу, собственный 65-летний день рождения и 45 лет супружеской жизни с Тамарой Молчаловой. Потомкам Ермака же в этом году исполнилось 32 года. В своём коллективе Виталий Викторович рад видеть всех увлечённых народной песней. Субтитры создавал DimaTorzok